Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Библии, по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы обратим внимание на третью главу книги Бытия, восьмой стих. Здесь говорится, «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Почему Адам и Ева думают, что можно спрятаться от Бога в кустах между деревьями рая? На самом деле надо понять, что после грехпадения мы имеем дело уже не с тем Адамом, не с той Евой, какими они были до грехпадения. Потому что, хотя в физическом смысле их смерть произойдет значительно позже, в духовном же смысле они умерли именно в этот момент, когда вкусили от запретного древа познания добра и зла. И Адам, который прячется от Бога в кустах, это не тот совершенный Адам, и это не та совершенная Ева, плоть от плоти, кость от кости, от Адама. От Бога невозможно скрыться. Если мы смотрим Псалом 138, 7 стиха и ниже, здесь сказано «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Зайду ли на небо Ты там? Сойду ли в преисподнюю и там Ты? Возму ли крылья зари и переселюся на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя? Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Таким образом мы видим, что Господь, Он вездесущий, Он на небе, Он на земле, Он в преисподних земли, и не можно найти какое-то место, где бы можно сокрыться от Него. И только суеверное несовершенство Адама, суеверное несовершенство Евы подсказывали им, что, может быть, от Бога можно спрятаться в кустах. Когда я служил в Тамбовской епархии дьяконом, это был город Кирсанов, однажды во время Великого поста меня пригласил один поселянин, очень добродушный человек, хороший христианин, к себе домой. И на столе у него был такой Тамбовский окорок, вот так и назывался Тамбовский окорок. Это как бы колбаса, но настолько она была сочная, вкусная. И он мне предложил, отец дьякон, садись, покушай. Я растерялся и говорю, так сейчас же идет пост. Он посмотрел на меня, улыбнулся и говорит, я все понял. Подходит к иконам, а у него там были такие занавесочки, и занавешивает, занавешивает их. А я так растерялся, я даже не знал, как к этому относиться. Я только его спрашиваю, ты думаешь, что оттуда не видно? Он говорит, нет, не видно. Я когда занавесочки вешал, я вот так голову засунул туда, ничего не видно. Вот этот простой поселянин, кстати, очень добрый, хороший человек, он напомнил мне Адама, он напомнил мне Еву, которые прятались от Бога в кустах. Это было не следствие тех знаний, которые они получили от Бога. Это было следствием того помрачения, которое произошло в момент грехпадения. И это помрачение называется духовной смертью. Они как бы перестали существовать, выпали из духовного мира. Вот что позволило Христу, когда он собеседовал с пожилым человеком, иудейским ученым, Никодимом, сказать ему, тебе надо родиться свыше. Тот растерялся и спросил, а как родиться свыше? Неужели я должен опять залезть в очревок матери, потом вылезти? На что Христос сказал, что рождаемый от плоти есть плоть, а рождаемый от духа есть дух. Так вот, дух благодати был потерян в грехпадении. И они были отброшены назад. Они как бы обнулились в смысле тех духовных совершенств, познаний, которые они имели от Бога. Адам действительно был совершеннейшим человеком, но это совершенство прекратилось в момент грехпадения. И Ева была совершеннейшей женщиной. Но когда она вкусила от этого древа, происходит выпадание из духовного мира. Таким образом, Адам и Ева, которые прячутся в кустах, они как раз оказались захвачены вот этим помрачением греховным, которое искажает и ход мысли внутри человека. Таким образом, никакого противоречия здесь мы не наблюдаем. Но вопрос остается вопросом, потому что далее мы читаем следующее. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Итак, мы с вами разобрались, почему Адам и Ева прячутся в кустах от вездесущего Бога. Но тут непонятно, почему вездесущий Бог спрашивает Адама, где ты? Это более риторический вопрос. Господь как бы спрашивает Адама, «Знаешь ли ты, где ты оказался, когда подчинился этому соблазну? Где ты? Знаешь ли ты, что ты отброшен назад, что ты совершенно обнулился, потерял все преимущества своего блаженного состояния?» Это был вопрос, обращенный к его совести. Господь как бы говорит этим вопросом, «Где ты? Ты сейчас в кустах. Ты думаешь, что можно спрятаться от Бога в кустах. Но разве само это не показывает, как глубоко ты пал, ослушавшись Бога и поверив змию древнему более, чем Создателю своему?» Таким образом, здесь нет никаких противоречий. Любой библейский текст, любое событие мы рассматриваем в контексте всего библейского откровения, тогда все становится на свои места. Берегите себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...